здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина сегодня мы продолжим распаковывать посылку подарок который мне прислала леночка орлова в первой части ссылку на которую я обязательно оставлю мы рассмотрели зимние составы а еще есть великолепнейшие летние составы и если прошлый ролик я закончила на бобинной пряжи то сегодняшний ролик я именно с бобиной и начну кориаджи раньше об этом только слышала а теперь благодаря лене вижу посмотрите какой великолепный цвет что-то связано с пшеницей подумала я так и есть цвет называется именно пшеничные хлопья почему я отнесла эту бобиночку к летним составом потому что здесь восемьдесят четыре процента хлопка девять процентов шелка и семь процентов кашемира пайетки идут отдельно такие они как это сказать ну нравится мне слова деликатные другие я и подобрать то не могу очень приятный цвет это цвет который не выходит из моды мода уходит и приходит а есть цвета которые остаются где у нас отщипнуть ниточку чтобы посмотреть прелесть прелестная по тактильным ощущениям как-то хлопок вырывается наверно и большим потому что процентом соотношения кашемир видимо раскроется после стирки он где-то здесь притаился вот а шок я не чувствую возможно после этого все это прояснится очень приятная на ощупь ниткой давайте посмотрим как часто или редко встречаются паеточки так вот она например у нас одна паеточка прям в тон в тон цвет и идем 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 долго довольно таки идем это здорово паеточки вы встречаться не часто вот она так если мы их соединим то примерно здесь сантиметров 40 в общем процентов а именно сантиметров 80 между паеточками великолепие эта нитка прекрасно сама а а вот здесь уже посмотрите они оказываются на разном расстоянии то не великий математика здесь уже видите здесь они уже телефона ничего не могу поделать если мы пряжи нравится он начинает чуметь здесь уже почаще они встречаются так идем эксперимент дальше а может быть здесь тоже почаще в общем как бы поэт а здесь вот уже далеко друг от друга довольно таки в общем вот такая пряжа с какими-то таким как росинки мне очень нравится что паяточки едва заметно все мои и расцветка но состав уж вообще молчу то есть перепоработаю с кашемиром который не стопроцентный а он вот так вот скромненько скромненько притаился около хлопка шелком в общем три товарища мне кажется прекрасно споются мягкая больше ничего могу сказать очень мягкая пряжа очень мягко вот так еще цвет покажу больше пока сказать ничего не могу но и цвет великолепный держать эти моточки в руках одно удовольствие почему вот так интригую и сначала показываю без эти геток дело в том что я делаю фотографии по ходу и пишу небольшие статьи в дзен а на следующий день выкладываю видео может кому-то будет интересно догадаться именно по внешней факторе так проверь себя что ли и так как вы думаете что это за пряжа очаровательная белая и такая глубокая прям солидная почти черная но на самом деле темно-синяя татата там этикеточка мне знакома поэтому когда я увидела я улыбнулась она мне очень-очень нравится именно этой фирмы у меня был лен такой грязно-желтый может быть и именно этой же фирмы лена присылала мне смесовочку которая настолько мне запала в душу несмотря на то что она пестренькая пестренькой я не любила на пестрота пестроте рознь и вот уже два лета я сразу связала прям на одном дыхании я связала себе джемпирог и в то лето поносила помню потому что в июне по моему пришла посылка в июле уже форсила во всю и это лето я с огромным удовольствием наносила это изделие она мне еще послужит не год и не два обожаю его когда я увидела эту этикетку ну очень обрадовалась потому что проверенный друг и проверенный друг он что может быть лучше что называется да моточная итальянская пряжа сто процентов органических хлопок ну что тут скажешь прелесть прелестная в пятидесяти граммовые моточки 90 метров белых у меня 10 синих чуть поменьше вырисовывается вроде как тельняшка я над этим думаю а если еще какие-то красненькие пуговички сюда присоединить да в общем это пряжа вызрит и почему-то я думаю что будет что-то наподобие тельняшки или что такое даже color блочная напоминающий тельняшку и так стопроцентно органический хлопок прекрасная фирма лана гросса цвет 13 речь идет о сине пряжи спицы 55 с половиной чудеса но это такая вот толщина ниточки которая позволяет вязать довольно таки быстро то же самое абсолютно то же самое на этикетке у белой пряжи и цвет у белый телефон пожалуйста 007 давайте посмотрим поближе нитку довольно таки толстенькая ниточка я согласна с номером спиц мне показалось что она будет пружинить вот когда смотришь в моточке и кажется что это ниточка такая скрутка что она будет слегка пружинить хотя конечно здравый рассудок это нет и хлопок а какой пружинки ты говоришь а мне вот так кажется великолепие посмотрите как вот белые на белой пряжи можно рассмотреть всю красоту скрутка довольно таки такая видите скрутка крутышка но она на самом деле естественно вот мне такое впечатление было что она подтягивается не знаю есть вас такое ощущение нет нет она не подтягивается хлопок есть хлопок и состоит синенькая спасибо большое тебя трогать не будем до того момент когда вязать состоит из нескольких тоненьких ниточек тут мне кажется сколько именно не суть важно а вот так вот если посмотреть то есть тоненькие ниточки которые скручены воедино хлопок очень мягкий именно лена показал мне такой хлопок в общем то который изменил мое отношение к нему я считала хлопок чем-то очень картоннообразным что ли тяжеловатым но действительно грубоватым суховатым я за какие еще вот найти пить это и очень долго не вязал ничего из хлопка а вот уже достаточно вспомнить мою например футболочку зеленую я связала и совсем недавно тоже с огромным удовольствием летом носил из такого хлопочка который шнурковый как будто вы погладили ну вот и зовут хлопок еще из про клубочек голубой помню был вот такие вот хлопки они в корне изменили мое отношение и я понимаю что хлопок это чудо хлопок это класс вообще просто супер класс и вот такая мягкость нежнятина просто просто нежнятина абсолютно естественно не колется да спокойно можно и детям даже новорожденным у меня теперь есть убирая ниточки в пакет как аж я невнимательная увидел листочек с описанием джемпера возможно мои мысли мои скакуны уведут меня в другие дали я свяжу что-то белое и приляпаю например синий карман я думаю плена не будет против ну а следующие артикулы знаете заставили меня в интернете погуглить несколько минут кое-что я нашла и сейчас удовольствием расскажу о каких артикулах я не нашла ничего но это не делает и для меня хуже что ли посмотрите какая прелесть и цвет и фактура эти моточки стремятся развалиться может быть зря их вытащила из мешка но уж хотелось всю красоту да и когда так смотрю на матки представляю что и как что к чему есть какие-то предположения открываю карты это прекрасная пряжа вот не менее прекрасного производителя я столько раз слышала на пряжи от хосигава кроме того у меня есть пряжа тоже подарок лены я принесла вот такие моточки у меня есть и если бы вы знали сколько раз я пыталась связать маечку пусть пока меня преследует так сказать нет я не буду говорить неудачи просто получается у меня хорошо хоть нашла два моточка еще похожих на моточки все остальное у меня были попытки и только из этой ниточки и соединять другой ниточкой но видимо вы знаете хосигава еще не знает что я ведь мордовка а мы упертые я обязательно свяжу себе что-то когда мне не нравится какая-то малейшая деталь я распускаю да при всей моей простоте в вязание мне должно устраивать абсолютно все возможно годы у меня были как-то знаете ну не совсем легкие но у меня будет уже хотел сказать две вещи из косягал а возможно я соединю кто кто знает куда пойдет вдохновение значит ничего пока не могу сказать кроме того что это прекрасный шок я сейчас даже этикеточку снимать не буду так посмотрим начали потом все убегает капризненький замечательный шок японская пряжа вот так покручу поверчу можете ответить на все вопросы которые у вас возникнут которые возможно я ну не смогу услышать в общем забила в интернет все посмотрела но здесь видно что 25 грамм 100 метров легенькие кематочки картон очка здесь в центре и пустота может быть хоть нет он так вот чувствуется прям картон очка но в этих пакетиках так сказать посмотреть невозможно там картон очка это сто процентов и на нее намотана нитка посмотрите я ввела все но здесь вот и и так то можно понять что шелк ну еще и перевод пряжи я нашла действительно это а вот еще пожалуйста стопроцентный шоктане всегда задним уже крыльцом выйдет видит то что искала минут двадцать это шок причем шок кудрявенький шок так увидите как это называется фантазийный сейчас я попробую ниточку вытащить все что могу сказать об этой ниточке невесомая и шелковистая вот удивило до шелк оказывается шелковистой не знаю что еще сказать вот невесомая нитка мягчайшая она просто не чувствуется и а вот сейчас от близко преподнесла и сама увидела что здесь словно на да не словно так телефон ты уж постарайся как бы центральная ниточка что льда держит вот такой вот барашко образную ниточку я не знаю как еще сказать ну безусловно возможно возможно можно вязать из нее только из одной я буду искать ниточку компаньон а может быть искать то не надо сейчас я покажу возможно эти ниточки являются компаньонами не знаю куда меня заведет тропинка творческая в общем 8 моточков вот такой вот хасягала у меня есть я хочу показать красоту этой ниточки вот вот сейчас она раскрывается я понимаю что это летний может быть это как-то элементом где-то не знаю я пока просто полюбуюсь я пока просто полюбуюсь у меня есть зимушка зима чтобы придумать я говорю все летние составы обходила стороной и летом и зимой я вязала шерсть полушерсть сейчас очень многое поменялось и мой летний гардеробщик расширяется обогащается и весной я чувствую сообщу весной может зимой я за него возьмусь цвет следующий пряжи компьютер немножко перевирает она чуть-чуть желтее но цвет не ярко-желтый приглушенный попробуем вот на моем носителе сейчас более-менее что-то желто кремовое такое вот борется сразу показываю этикеточку потому что мне кажется что это и так мечет более удобный моточек я возьму мне кажется что это а вот эти картон очка хорошо видно да что это я прям кажется что это я и муська сижу по делу монида я но кто сказал маленько фигур не такая маненечка пополнее девочка я похудеет да бывает бывает и так значит все на том языке написано на котором я мало чего понимаю но вот здесь я кстати отгадала как ни странно я потрогала и понимаю что здесь есть хлопок но он разбавлен то ли вискозой то ли шелком и я оказалась права когда я стала вводить пряжу я вводил вот карты название пряжи это или нет вот я почему-то думал 90 хлопка а вот 10 процентов чего вопрос или вискоза или шелка я нашла четкий ответ на этот вопрос да кстати значит матки мы видим граммовку 40 грамм 122 метра ведь как я языки то хорошо японские изучила вообще 40 грамм 122 метра отвечаю ну вот вы почитаете пожалуйста все сами все почитайте почитаете да полюбуйтесь вот на девушку который вяжет умничка разумничка тоже почитайте и так это хлопок с шелком 90 хлопка 10 процентов просто балдеет этой картинки вот балдею вот я после долгих поисков нашла эту девушку именно эту этот артикул несказанно рада видите да вот и убедилась что здесь действительно у нас где убедился 90 процентов хлопка 10 процентов шелка вот будет смешно если кто-то из вас увидел уже это здесь но товарищи я вот не совсем поняла что это хлопок это шок мой добрый зритель если ты слышишь посторонние шумы это у нас так соседи громко то ли кино смотрят то ли сами его снимают не знаю полгода делали ремонт а теперь вот видите какая-то не танки на студии смотрят на всю катушку ничего поделать не могу бы такущий что я прям-то рядом за спиной и так меня это пряжа очень сильно как это сказать манит стак 40 грамм то я очень плохо понимаю 122 метра 50 это сколько значит в стата 80 граммах в общем я еще по кумеку и не знаю буду ли я с предыдущих косяговой смешивать где моя косягова не уверена но все возможно все возможно и я пока вот на этикеточки не отлюбуюсь вот на эту мадам на себя красавицу как же я все это люблю я очень простые этикеточки люблю как правило крафты вот такие бумажные и что-то такое что трогает вот это меня прям очень трогает и деревце меня трогает иди какая-то постарай прям не знаю котеночек и колыбочек следующий артикул даже прятать не буду потому что вдруг вдруг сейчас около экрана сидит человек свободно владеющий японским или человек который вязал из данной пряжи не прячу я потому что спряталась она от меня посмотрите какой красавица и вроде как бы намек на шерсть но по ощущениям шерсти здесь нет мне кажется это просто фирменный знак производителя могу ошибаться сейчас какую-то несу пургу да я просто по незнанке простите пожалуйста и вот что касается именно этого артикула я сейчас покажу товарищи кто владеет я даже забивала через вот этот qr-код пробивала так сказать здесь 81 процент чего-то 19 чего-то мне кажется мне кажется так а давайте пойдем логикой 81 процент вот этот знак то что мне кажется это хлопок вот этот значок будем звучать японский то вот этот значок он не напоминает значок на предыдущем артикуле ну-ка ну-ка товарищи мы с вами кажется гений запомнили вот этот значок и посмотрите он один в один как около цифры 81 один в один какой к цифре 81 в общем читаем смело хлопок а это значок где 19 видите елочка и какая-то лестница да эти елочка и какая-то лестница читаю свободно все тайна раскрыта это тоже шелк хлопок с шелком стопудово посмотрите на свободно же читаем теперь уже все свободно читаем тоже 40 грамм только уже 97 метров немножечко другая скрутка это мягко это под понимаете как будто вот пропитку что ли сняли а здесь как будто пропитка может быть не подвергался мерсеризации подвергался мерсеризации или шелком не подвергая почему но значки у меня сейчас эта идея пришла только сейчас теперь кроме смеха посмотрите значки то одинаковые на ваших глазах рождается открытие а куда деваться если не полиглот я попробую идти через вот этот артикул водила lunette ну я так думаю что это слово такое и вы знаете если первый раз я вела карта до предыдущего артикула все вышло и на русском языке был можно тоже написать здесь же выходит и даже если я сканирую киркот здесь выходит очень много различных пряж вот этого симпатичного производителя я уже заготовила речь такую пламенную речь заготовила каким бы ни был состав главное что это действительно мне нравится и что ну чудесный цвет чудесное ощущение я свяжу и буду носить кто-то сейчас слышу говорит а может быть этот с хосигавой объединить час смотрите просто хочу показать вам честно и верно куда меня направляли в какие дали а по-русски то нечестно прям пряжка будто это же зелененькая какая-то салат фисташка а это прямо это я вчера ночью это не обнаружила но ничегошенькие нельзя на русском языке найти вот еще артикул этого же производителя там составу уже пишутся другие какие цвета посмотрите какие цвета но нигде нет ни словушки по-русски нам теперь не страшно теперь по-японски считаем спал свободно вот и куда бы я не залезала вот этот производитель здесь прям видно что ник а нет не здесь где-то была ниточка прям потолще но cotton baby это совсем другая ниточка стопроцентный cotton здесь было написано посмотрите какие нижняцкие цвета ну достаточно посмотреть в общем на производитель я выхожу и везде натыкаюсь вот на такую красоту но сейчас я спокойно стопроцентный хлопок для ребенка я я уже умею все эти читать но если серьезно то вот бросив эту затею вот еще один сайт тоже великолепные цвета бросив эту затею я поняла что скажу завтра с нас и сегодня что не знаю состава если кто-то знает скажите а теперь знаю это хлопок шелка метраж я забыла вот только сейчас держала в голове и забыла 97 метров 40 граммах прелесть есть так кто сказал что надо сегавить соединить давайте видите та ниточка слишком желтая для этого кремового шелка это ниточка слишком розовая для этого кремового шелка и я не спорю что абсолютненько можно все это соединить но я пока об этом не думала пока я просто меня такие вот похвальбушки пряжи не больше не меньше как же я счастлива что узнал состав главное каким методом индуктивно-дедуктивно как холд а для этой пряжи никакого сравнительного анализа не требуется здесь все написано понятненько и вы посмотрите какая прелесть на расцветку можно любоваться вечно давайте сначала вы попробуйте отгадать конечно те кому интересно снимать ролик становится все веселее веселее дискотека у меня разгорается так что кому у кого ноги в пляс идут и не знаю как сделать так что фоновая музыка не слышно было вот но танцуйте что остается делать если что посмотрите какая прелесть как же я люблю эти вот сложно сочиненные пряжи название пряжи 50 грамм 190 метров хлопок 90 процентов вискоза 10 я очень боюсь вискозу кстати вообще где она больших количествах но где она в небольших количествах будь то шерстью будь то еще чем-то это мадам она настолько как бы деликатно что ли до сливается с пряжей делает ее более ну я прям скажу ваших блеск придает очевидно какой-то лоск наверное тут слова я подбираю и в то же время остается в тени но без нее что-то не то и вот шелк с вискозой великолепное сочетание именно в таком процентном соотношении 95 и 5 90 и 10 например 85 и 15 это прелесть вот пожалуйста цвет такой какой у нас пшеничный нет вот такой вот цвет это color 29 итальянская пряжа 8 моточков у меня таких спиц рекомендуется 34 но по-моему все-таки тройка наверное для меня для моей плотности и один моточек и она опять на что-то намекает вообще ли она очень любит сочетание желтого зеленым обожаю сочетание я и этот цвет у нас так то же самое артику абсолютно абсолютно тоже самый цвет 41 и я сейчас поближе покажу кроме того здесь видите прям видно что они в одном мешочке лежали желтый цвет диффузно проник зелененький еще немножко полежат в желтики проникнуть зеленый всяко бывает нитка очень интересно очень интересный и такую не встречала может быть вот эти вот вискоза вот эти обвитышки видите как будто нарисованы какие-то поперечные штрешочки может быть это вискоза или это хлопок тоже в другой только здесь несколько видов хлопка может быть ничего не знаю знаю что только прелесть что невероятная прелесть и так хлопок прям чувствуется действительно ниточка хлопковая и вот местами временами видите скрутка такая как будто несколько ниток хлопка разного цвета обвивает тоненькая ниточка на другого как бы цвета и вот он так лениво обвивает какое-то время очень ленивая не хочется и обвивать и потом вдруг что-то происходит с ней я не знаю что за щелчок и вот это слабенькое обвитие переходит чуть ли не в строчку вот в этом месте ниточка явно грубее если здесь вот мягкость мягкая вот здесь у которого мягкость мягкая а здесь прям действительно как будто шов потеряла вот здесь уже прям как будто кто-то крючком взял и вот так вот обвязал или прошил а потом ниточка берется за разу и опять видите переходит резко в слабую скруточку и вот так вот местами временами все происходит вот даже трогаю здесь грубенько шершавенько где этой ниточки нет все мягенько как интерес нет ну слушать вот это что надо додуматься до такого вот здесь хорошо видно два разных фрагмента я не знаю как дизайнер до этого додумывается но очень интересно очень интересно я точно знаю что при моих словах сейчас это было все что хотел вам рассказать что это вам сегодня показать кто-то расстроится потому что чуть-чуть не довязал носочек да потому что еще хочется посмотреть побыть моей компании ой какая я скромная девчонка так специально для вас маленький по скрипту мы говорим леночка орлова подразумеваем броши мы говорим броши подразумеваем леночка орлова как она сама сказала своих в одном из своих первых роликов знакомства да я могу выйти на улицу без косметики но не могу выйти на улицу без брошки я открываю с вами господа вместе я по гороскопу рыбка меня может многое оставить равнодушным вот почему-то я не знаю букашки таракашки и рыбки это мое все я собираю кулончики рыбехи болею посмотрите какой прям глаз вы посмотрите какой глаз я когда в утропе у меня слова пропадают поэтому давайте просто помолчим полюбуемся как только представлю что это делают чьи-то руки рыбка-модница губки-то накрашены моя девчонка глаз как живой чешуя переливается представляешь как на солнышке все это будет играть и прелесть она под очень многие джемпера подойдет рубашка на белая рубашка как шикарно я конечно в восторге мне надо останавливаться иначе я так вот могу любоваться и час и 2 3 посмотрите здесь еще синьор помидор хохочет эта техника совсем другая валяне по моему сухой я если что-то не так говорю всех на оранжевом смотрится рыбка я думал тебя на голубом а ты у нас какая прелесть на рубеха конечно самое сердце на поражение что тут не в самое сердце татьяна сеньор помидора какие золотые ручки я не знаю кто это делал я знаю что очень многие увлекаются но какие же у вас золотые ручки смотрите нигде ничего чтобы не ниточки здесь может быть ниточек ты нет ни капельки клея ну я видела как это делает валянем иголочка если вообще о том говорю прелесть посмотрите какая прелесть а как живой очень красивое яркое пятно очень красиво яркое пятно на однотонном изделии будет коробочка то многоэтажная какой благородный ананас посмотрите цвета ой как здорово и нестандартно не вот там я не знаю солнечный зелененьким хотя это тоже шикарно а такое благородство такое благородство в расцветке тоже все рученьки делаю чьи-то золотые да он заиграет и он заиграет ананасик на любом изделии это вообще ананасик по моему ананасик еще он кисломинах пишите в комментариях что опять что-то напутала я не удивлюсь совершенно и в то же время любой изделие заиграет с ним он заиграет на изделии и изделия заиграет посмотрите что творится что делается бисер да причем такого как он называется ювелирный я немножечко вышивала и я знаю что есть просто бисер есть ювелирный бисер это прелесть конечно это прелесть что-то русской народная от хохламой по моему во всяком случае мне так кажется я не верю своим глазам но это еще не все это знаете с какой серии это как у меня есть подсолнушек у меня есть подсолнечка подвеска подсолнушек а это гранат это вот та же техника те же вот эти ремешочки я их уже узнаю в лицо уже узнаю те же листики которые не надо выпрямлять я помню но внешний мир я помню 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 смотрите какая прелесть со всех сторон показываю это конечно что-то с чем-то прелесть прелесть прелестная как вы понимаете мне нужно несколько минут чтобы отойти культурного шока поэтому я еще раз искренне поблагодарю лену за всю ту красоту за щедрость души за то что я показала за то что осталось за кадром и огромное спасибо тебе мой добрый зритель до новых встреч они обязательно будут и Продолжение следует...